Добрый день, дорогие друзья! Давайте сегодня немножко поговорим о том, как проходят наши консультации, как к нам можно обратиться. И те, кто действительно хотят к нам обратиться, пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Возможно, оно вам либо облегчит задачу, либо не даст зря потратить деньги. Итак, с кем мы работаем? Мы работаем и со взрослыми, и с детьми. Со взрослыми работают стажеры. Стажеры с детьми не работают. Это запрещено законодательством. Пожалуйста, учтите это, когда вы будете заполнять заявку. То есть, если у вас, например, болен ребенок аутизмом, и вы хотите обратиться к стажерам, значит, вы можете заполнить заявку на себя, на родителей, потому что все равно с родителями тоже работать надо. А с детьми работают инфодайверы. На сегодняшний день с детьми работаем только мы с Ириной Остапук, но в ближайшее время еще планируется подключение других людей, которые тоже смогут работать по нашим алгоритмам и тоже с детьми. Итак, то есть вам надо будет выбрать инфодайвера, не стажера. Кроме того, обязательно ознакомиться с тем, что написано под этим видео. И под этим видео вы сможете прочесть то, что мы не лечим. Если у вас есть представление, как работают экстрасенсы, врачи и так далее, и вы рассчитываете, что вы обратились к нам, как в поликлинику, возможно, даже хотите нам по почте отправить свои анализы, вот этого ничего делать не надо. Все, что касается работы нашей, она идет более как информационная, с психическими структурами. Когда человек заболевает, он заболевает зачем-то. То есть его психика формирует болезнь для того, чтобы человек изменился, изменился каким-то образом. Будет это следствие кармы, или будет это следствие какого-то стресса в текущей жизни, или будет это уже вторичные вопросы, которые будут рассматриваться на консультации. Но суть – человек должен измениться. Если человек меняется, то тогда есть шанс выключить заболевание, либо же его облегчить. Заболевания бывают разные. И в психике одно и то же заболевание выглядит у каждого человека по-разному. Поэтому у нас нет врачей. Нам, когда начинают перечислять диагнозы и требовать правильного медицинского лечения, это совсем неправильно. Нет у нас этого. Но при этом мы видим, какие условия сформировали тот или иной процесс психический, который отражается и проявлен вот этим заболеванием. И это, может быть, начиная от кармических каких-то историй и заканчивая в текущей жизни определенными поведенческими моментами человека. Как он проявляется, как он разговаривает, как он выстраивает отношения, как он реализуется и так далее. Поэтому, начиная работать с нами, надо осознавать, что изменится полностью вся жизнь. И менять ее будем не мы, а менять ее будете вы. Мы вам будем помогать информационно, и мы будем помогать, работая с вашими структурами. То есть для того, чтобы удалить какие-то программы, либо какую-то информацию у вас в подсознании, для того, чтобы облегчить ваше заболевание, нам надо, чтобы вы сперва это закрыли в проявленном мире и изменились. Поэтому в данном случае работа идет совместная. Если с вашей стороны нет движения нам навстречу, то наше движение в сторону вас тоже будет бесполезным. Почему? Потому что окончательный выбор, болеть или не болеть, остается за вами. То есть с нашей стороны мы делаем 100%, чтобы вы поправились. А с вашей стороны, если болезнь остается вам выгодна, вторичная выгода от болезни не закрывается, то это идет как решение, давай-ка я поиграю еще в эту игру в болезнь. И буквально в последний момент можно изменить результаты, преломить результаты и так далее. Мы это очень не любим, но такое бывает. Поэтому когда идет наша совместная работа, тогда идут самые лучшие результаты, и тогда мы побеждаем практически большинство болезней, с которыми у нас уже был опыт. Опыт у нас может быть и не такой большой пока, но он накапливается. Итак, понятно, что будет вестись работа с обеих сторон. Вы меняетесь, вы делаете практики, которые мы говорим. Мы показываем, что надо внутри менять, как отношения менять, как переключать себя, как формировать будущее и так далее. И со своей стороны помогаем вам. Для того, чтобы у нас было взаимодействие, нам надо держать обратную связь. Вот эта связь первый месяц после консультации держится в WhatsApp или в Viber в виде вашей обратной связи, о вашем самочувствии, о тех изменениях, которые происходят, как тело реагирует и так далее. У каждого будет своя обратная связь. Опять-таки, по тем практикам, которые вы делаете. А практики все простые, их надо будет делать. Это практики зеркала, как я изменился, проявился. Надо будет писать прошлое, будущее. Надо будет осознавать прошлое, писать анкеты радикального прощения, осознавать ваши поведенческие моменты и так далее. Опять-таки, набор практик весь есть в открытом доступе. Вы можете это делать и без заказа консультации. Просто начинать работать. А в дальнейшем, когда вам потребуется наша информационная поддержка, действительно работа уже с глубинами подсознания, обратиться к нам. И это будет тогда хороший вариант работы. Точно так же мамы могут написать нам, мы добавим вас в чат поддержки мам. И это, наверное, самый счастливый и самый успешный чат, который мне довелось знать, потому что действительно там происходят глубинные трансформации, осознание мам помогает друг другу стать счастливыми, измениться, и у них дети начинают поправляться. И вот этот вот совместный процесс тоже можно начинать еще до того, как вы заказали консультацию, для того, чтобы оценить и осознать, потянете вы эту работу или нет. Почему это важно? Потому что обратной дороги ни у взрослых, ни у детей, после того, как вы начали работать с нами, нет. Потому что, став один раз на путь осознанного изменения себя, осознанной трансформации, ваша душа вам просто не простит отказ или предательство самого себя. Поэтому перед тем, как выйти из кармического сценария, стать осознанным и начать действительно осознанную жизнь, так или иначе надо подумать, справитесь вы или не справитесь. Потому что работать, еще раз повторю, надо будет вам. Постоянно акцентирую на это внимание. И если в дальнейшем у вас возникнет желание мне написать, вы мне обещали меня вылечить, в данном случае вы обманули сами себя. Ни одному человеку никогда не звучало, что мы обещаем вылечить. Мы помогаем людям найти выход. И этот выход мы указываем. Хочет человек, он идет к нему своими ногами. Не хочет, мы его туда не везем. Пожалуйста, услышите меня, потому что под этим пунктом вы и под другими пунктами, потому что вы обязуетесь работать, вы ставите галочку, когда вы оплачиваете консультацию. Там висят два договора, и вы их подписываете. Все платежи проходят через платежную систему, прикрепленную к Сабришин. И никак не иначе. Все варианты, которые сегодня в интернете мошенники пытаются предложить людям, типа заплатите мне, а инфодайверы сделают вам консультацию, это обман. Пожалуйста, не ведитесь. Мы работаем официально на законных основаниях. Работает платежная система, государственная, Бепейт. Только через нее она гарантирует безопасность ваших карточек. Поэтому все платежи только с subretion.com и с подписанием двух договоров. Без этого платежная система оплату не примет. Договора, пожалуйста, изучите внимательно, почитайте. Там много пунктов, я не все могу рассказать вот в этом ролике. Поэтому это все у вас будет перед глазами, вы прочтете. Дальше. Касательно ваших близких и родных. Иногда бывают консультации, хотят заказать бабушки для внуков, или жены втихаря от мужей пытаются обратиться к нам, типа мы мошенники, но авось поможем. Вот это ложь самому себе. И в одном, и во втором случае мы работать с вами не будем. Почему? В первом случае бабушка заказывает консультацию для внука. Поймите, больной внук – это карма, кармическая отработка мамы и папы. И если у внука там аутизм, умственное отставание, ДЦП и так далее, это значит, эту карму они будут вести в ближайшие 70 лет, как минимум. Вы же хотите, чтобы они ее отработали за год, за два. Но для этого они должны работать. Если вы думаете, что вы амбразуру закроете своим телом, не закроете. Вы делаете медвежью услугу своим детям. Как это работает? Мы можем отстегнуть ребенка от кармы. Можем. И действительно ребенок начнет поправляться. Только не пеняйте потом, что у зятя онкология, а у дочери все полетело в травм-тарары. Потому что в таком случае их душа, их подсознание сформирует для них другие условия для того, чтобы они изменились. И эти условия могут быть значительно худшими. То есть тогда болеть будет их собственное тело и страдать будет их собственная жизнь. Сейчас страдает ребенок, и взрослым не так больно. Хотя, конечно, стыдно, неловко, и кажется, что ребенок это самое ценное. Но поверьте мне, когда болит собственное тело, кричат совсем по-другому. И поэтому, заведомо зная, что вы окажете своим близким такую медвежью услугу, мы не берем консультации от бабушек. Точно так же, когда жена начинает манипулировать и лгать, типа, вы мошенники, а может быть вы поможете, а я мужу не скажу, зачем ему работать, и так далее. Точно такую же медвежью услугу вы делаете своему близкому человеку. И вашу карму, как правило, вы получили потому, что вы врали. И в данном случае вы опять врете. И в таком случае вы просто усугубляете ситуацию, и вытянув из этой истории ребенка, мы вам не помогаем. Мы помогаем ребенку. А как будет накрывать вас, и какие потом слезы, крики и стоны будут после этого, да, это уже разовьется во времени. Пожалуйста, постарайтесь меня в данном случае услышать. Я не хочу никого пугать, но я и не хочу никому причинять вреда. Мы работаем на очень больших глубинах подсознания, где все взаимосвязано. Мы не оторваны ни один, ни от одного. У нас есть общая основа, мы все одно. Так вот, в этой основе лежит счастье и любовь. И поэтому, когда относишься к человеку именно с этой позиции, стараешься сделать все, чтобы он тебя услышал, и услышал, что надо действительно стать искренним, настоящим, открытым. Открыться мужу, открыться родителям, открыться детям, выстроить отношения в гармонии и в любви, и полдела уже будет сделано. И действительно, тогда выход у ребенка будет в гармонии. И тогда счастье в дом придет значительно быстрее, и выход может затянуться не на годы. У нас есть дети, которые за два месяца выходили из тяжелых недугов. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на результаты работы. Почитайте отзывы, почитайте все, что написано об инфодайвинге, почитайте ролики, посмотрите ролики. А перед тем, как к нам прийти, подготовьтесь для того, чтобы вы действительно пришли открытыми и настроенными на работу. И тогда и мы сможем максимально вам помочь. Понимаете, это встречное движение, сердец друг на встречу другу. Тогда результативность будет значительно выше. Вот ложь, обман, манипуляции на входе – сразу табу. Нет смысла работать, потому что это примитивизм, который вы еще не понимаете. Здесь даже не об осознаваниях идет речь. Здесь даже не о глубинах психики идет речь. Здесь идет о поверхности. Как вы проявляетесь вот здесь и сейчас по отношению к нам. Насколько уважительны это отношения, насколько цена наша работа и так далее. А обесценивая нас, вы обесцениваете себя. И запускается правило бумеранга. Не надо этих граблей делать. Спрашивают, сколько консультаций нам потребуется при том или ином заболевании. Мы никогда не знаем. Иногда случается так, что мы сделали одну отработку, и все, и ребенок как пошел на выход, так и все. Этот процесс безвозвратный. И у родителей в голове пересчелкнул рубильник, и все, они начали меняться, они действительно стали счастливыми, они действительно начали реализовываться, проявляться и так далее. И жизнь стала другой. Бывает так, что 3-4-5 консультаций с разбежкой во времени до 3 месяцев в среднем. Но вообще первый месяц работы у нас идет очень плотный. То есть идет так называемая отработка, когда мы загружаемся и смотрим, зачем эта болезнь нужна была. Вам или ребенку. И дальше мы вносим первые коррекции, достаем первую информацию для вас. Эта информация, если раньше мы тянули кармические истории и рассказывали человеку, зачем нужна, и как сложилась та или иная ситуация в его жизни, то мы заметили, что человек, как правило, страдающий болезнью в текущей жизни, имеет плохую реализацию, плохие отношения, дисгармонии и так далее. И уже болезнь является еще следствием того, что нарушены другие параметры жизни, не только здоровье. Здоровье – это уже последствия следующие. И получается, что человеку не во что играть. И по сути дела он начинает играть в свои предыдущие игры. Он начинает тянуть эти кармические истории в свою жизнь, вынося ответственность. «Ой, это ж там я там виноват» или «там дедушка виноват» или «там бабушка виновата». Это же все еще с прошлой жизни прилетело. Вот чтобы человек не тянул вот эту чушь в текущую жизнь, а сразу научился брать ответственность на себя, действительно начал реализовываться, действительно начал проявляться и так далее, мы стараемся истории говорить минимально. Но при этом мы повышаем частотность, разруливаем вопросы с родом, чтобы род гордился действительно своим потомком, чтобы род дал энергию, силу на поддержку для того, чтобы человек имел ресурс на выход из заболевания и так далее. Это все делается на первой консультации. Там очень много работы ведется, после которой идет в течение месяца обязательная обратная связь. Вы нам пишете, что меняется, вы наблюдаете за собой, за своим поведением, за своими реакциями, а мы имеем возможность внести точечные коррекции в те или иные моменты. Чтобы вы представляли, подсознание человека, оно огромное, а есть еще и надсознательная часть. И вот сразу сделать перепрошивку, как в мобильном телефоне, и пустить человека сказать, «Все, здоров, иди», невозможно. Во всяком случае, мы пока не дошли до того, чтобы пальцем к колбу и человек пошел. Не хватает у нас еще знаний и опыта. Поэтому каждый раз, когда мы видим тонкие настройки и вот обратную связь, изменилось то-то, то-то, но, например, с хождением в туалет у ребенка проблема осталась, а вот там с речью пошло, а вот с этим пошло, мы наблюдаем, и тогда мы точечно заходим под задачу в конкретную проблему и конкретно ее ищем ответы на вопросы в психике по данной проблеме. Поэтому обратная связь для нас неимоверно важна. Кроме того, нам очень важно знать, как меняетесь вы для того, чтобы отследить тот момент, когда включается выстраивание новой кармической истории за счет вашего собственного ресурса, если мы историю ребенка закрываем целиком. Таким образом получается, что родитель, который лжет сам себе, не хочет меняться, пытается придумать какие-то отговорки, в дальнейшем идет на какое-то медобследование, получает проблему, либо у него начинаются какие-то дела на работе, либо начинаются разводы, либо еще что-то. Вот этого быть не должно. Наоборот, инфодайвинг, и мы не хотим, чтобы это было, мы заставляем меняться сразу. В инфодайвинге на сегодняшний день семьи крепнут, дети рождаются, семьи становятся счастливыми, люди открываются искренне, пишут картины, пишут книги и так далее. Это наш стиль работы, и наше дело вытолкнуть вас, чтобы вы наконец-то поняли, что так можно жить, что можно жить без лжи, можно жить искренне, можно жить открыто, можно жить в любви, потому что этот мир, проявленный мир, это действительно рай. И только ум человека и его безалаберные отношения делают из него ад. Поэтому, пожалуйста, осознайте, что придя в инфодайвинг, меняться придется по-любому, работать придется очень много, и осознаваться надо будет очень много. Поэтому вот все, что касается вашей предподготовки, очень важно, все, что касается вашей обратной связи, нам очень важно, все, что касается действительно работы по практикам, по реализации, реализацию будем с вас требовать обязательно, очень много мам, которые в дальнейшем начинают проявляться, открывают свои собственные бизнесы, дела и так далее. И это целый трансформационный процесс, который занимает год, полтора, два. Но эту работу надо пройти, ее надо сделать. Кроме того, инфодайвинг ни в коем разе не заменит вам реабилитологов, логопедов, дефектологов и так далее. Попробуйте понять, в чем тогда суть инфодайвинга. Вот, например, у ребенка ДЦП мышцы спазмированы, и с ним сколько реабилитолог не занимайся, спазматика остается. И этот ребенок не может поползти, не может встать на ноги, потому что спазмы. Что делает инфодайвинг? Убирает причину спастики. Психика расслабляет мышцы, а дальше их надо натренировать, дальше ребенка надо поставить на ноги. А это уже реабилитолог. То же самое с речевым аппаратом, то же самое со всем остальным. Поэтому сказать, что я обратился к инфодайвингу, поэтому я плевать хочу на медицину, на реабилитационные центры и так далее, это неправильный подход. Здесь правит сотрудничество. Мы помогаем сформировать те нейронные связи, которые отсутствуют, запустить речь в том возрасте, когда она уже в принципе по медицинским показаниям невозможна. Но делать это будут специалисты. Наше дело, вот это вот внутренняя подсознательная основа, которая вдруг начинает работать. Она же и с тяжелыми заболеваниями, когда мы работаем, она же проявляется каким образом? Тоже попробуйте осознать. Вот у человека тяжелый недуг, он попадает в больницу, попадает и у него, например, мы говорим, идет инкарнационный цикл. То есть человек должен умереть, у него дальше жизни нет. Что это значит? Ваш мобильный телефон разряжен, батарейка пуста. И какое бы вы программное обеспечение сейчас не пробовали поставить на этот мобильный телефон, оно работать не может, потому что батарейка пуста. Вот в данном случае подключение инфодайвинга, когда, если мы видим, что еще не поздно, если мы видим, что можно подзарядить, мы подзарядим. И в таком случае работа медицины становится эффективной. И тогда вдруг лекарственные препараты или реабилитации, или реанимации начинают вдруг работать. И очень часто врачи с теми клиентами, с кем мы работали, они просто диву даются. Такого не может быть, но они же видят на физиологии. И даже потом консилиумы не могут осознать, каким образом это все проявилось. Если бы это было один раз, но это уже не один раз, господа. Просто это психика, это основа построения вот этой реальности. Хотите, верьте, хотите, нет, но мы в симуляции. Хотите, верьте, хотите, нет. Симуляция имеет свои правила построения картинки. И если эти правила можешь перенастроить изнутри, то у человека может перенастроиться жизнь. Вот мы в этих вот перенастройках и пытаемся разобраться. И мы благодарны тем, кто с нами работает, потому что благодаря тяжелым, неизлечимым недугам, которые нам удалось победить, у детей или у взрослых, мы имеем опыт практической работы. Да, он не всегда бывает удачным, потому что все причины у каждого человека разные, но дорогу осилит идущий, не лежащий, не критикующий, не ползущий, не какой-то щи, а тот, кто действительно берет и делает. В этом и отличие инфодайинга. Нам всего два года. На сегодняшний день очень много людей, кто действительно говорит нам искреннее спасибо, кто получил здоровую, счастливую жизнь, кто получил здоровое, счастливое тело, реализацию, отношения, здоровье и так далее. И я думаю, что если вы осознанно подойдете к заказу консультации, вы точно так же сможете получить то, за чем вы пришли. Во всяком случае, отношения между нами будут искренними, открытыми, и мы будем работать под задачу, под ту задачу, с которой вы обратились к нам. Пожалуйста, семь раз подумайте. Назад дороги нет. Потому что это дорога к себе настоящему, дорога к себе искреннему, дорога к открытию в себе Бога, дорога к взятию ответственности за свою жизнь на себя. И когда вам кто-то скажет, что мы там с демонами, с чертями или еще с чем-то, отправьте его в психушку. На самом деле, мы сами с собой, мы разбираемся с глубинами подсознания, собственного подсознания человека. И человек сам способен пройти этот путь и познать, кто он есть на самом деле. А мы можем подсказать, потому что мы уже туда залезли. Человек по своей сути Бог, Творец, Создатель. Просто он немножко спит и забыл, кто он на самом деле. И если его удается разбудить, то он начинает действительно проявляться в любви, в радости, в счастье. И действительно, тогда он становится и Богом, и Творцом, и Создателем. До встречи, друзья!